Всем здравствуйте! Я жительница 550-го квартала, Бурденка-14. Хочу сказать, что если мы не начнем активно бороться, то, не дай бог, можем оказаться, или вы, или все сограждане могут оказаться в такой же ситуации, в которой оказались мы, я и моя семья. Мы сейчас являемся реальными заложниками противоправных действий незаконной стройки, губительной стройки, которая сейчас разрушает просто полностью мой двор. И в итоге, просто представьте себе, что три машины просто не могут выходить со своего двора. Мы огорожены бетонными блоками. Машины жильцов. Примерно вот такая вот ситуация сейчас. Вот такая бетонная изгородь, и три машины сейчас стоят уже месяц на своей парковке. И мы не можем выехать и заехать. И более того, они перекрыли нам единственный пожарный проезд к дому. Это Бурденка-14? Это Бурденка-14. Ну, да. Да, стройка, да, второй Неаполимовский дом-3. Значит, застройщик реализует проект, утвержденный в 2018 году, и аннулированный ДКН в связи с предписанием сохранить фасадную стену. Стенку они сохранили. Она сейчас на грани, мне кажется, падения. И утвержденный проект дома с сохранением фасадной стены отсутствует. То есть проекта наземной части дома нет до сих пор. Они пытаются сейчас построить подземную часть, из-за чего дом у нас, естественно, просто ходуном ходит. И тоже есть трещины. Но все ничего, мы понимаем, да, стройка. Но сейчас уже просто патовая ситуация, это прецедент. Приезжают все спецслужбы, даже приезжали МЧС, они подтверждают, что другого выезда... У нас вот есть 6 пунктов. Значит, значительно ухудшается качество жизни, это понятно. Жители дома номер 14 по улице Бурденко лишаются единственного проезда. Угол, что самое страшное, предполагаемого дома, который они собираются построить, будет находиться в расстоянии 5 метров от моего дома. Соответственно, у нас страдает инсоляция. Я уже не говорила про стоимости квартир в нашем доме. И высота дома номер 3 значительно превышает высоту дома номер 14. Имеется собственный значительный кадастровый участок. Застройщик прокладывает и пытается проложить большую часть своих коммуникаций по нашей территории. То есть вынести и теплосети, и электросети. И за счет нашей территории, за счет нашей парковки, это значит все восполнить. И именно только потому, что мы не убрали свои машины, мы эту территорию отстояли. Но в итоге остались без собственного транспорта. Конечно же, подано в прокуратуру, и нас поддерживают депутаты. Мы лично получаем отписки. Более того, как только был поставлен первый блок, я вызвала, естественно, полицию. И у меня есть письмо. Написано, что отсутствуют признаки состава преступления. То есть как это возможно, мы не понимаем. Просто одной подписью сотрудника управы района Хамовники была написана бумага, что сервитут к нашему дому исключить. И так, соответственно, просто наш проезд отошел на территорию застройщика. Как это произошло, при каких обстоятельствах, неизвестно до сих пор. Мы надеемся, что, конечно, нам удастся решить этот вопрос. Потому что, более того, застройщик еще вышел на территорию спортивной площадки детской. Сейчас спортивная площадка выглядит вот так. Там они сейчас прокладывают теплотрассу. Вот так вот. Теперь наши дети играют на ближайших парковках между машин. И, соответственно, мы лишились спортивной площадки тоже. И что самое интересное, есть ордер ОАТИ, есть ордер ОАТИ, где написано, что все строительные работы производятся по адресу 2-й Неаполимовский, дом 3. Эта территория, эта спортивная площадка не имеет никакого отношения к этой территории. И это вообще территория общественного пользования. Как это произошло, опять же, вопрос. Мы боремся, будем стоять до конца. Машины не уберем. Нам их, собственно, уже даже убирать некуда. Поэтому мы надеемся, что этот вопрос будет решен. Спасибо. Можно быстро еще дополнить, что меня лично поражает в этой ситуации. В очень многих инстанциях нас спрашивают. Скажите, пожалуйста, а что, застройщик вас не предупреждал? Вот это нормальный вопрос. Не предупреждал. То есть, ой, да, вы знаете, он меня предупредил, поэтому извините, пожалуйста, я, конечно же, уберу сейчас свою машину, ухудшу у себя качество жизни. Теперь мои бабушки и дедушки будут выходить по другой траектории, потому что там теперь у нас, извините, стройка, а они ходят с палочками, и вот им неудобно. Поэтому, да, конечно же, простите, пожалуйста, сейчас мы все это сделаем. Кто они такие вообще? Я не понимаю. Почему их... Правильно ли? Почему? Да, кто они такие? Почему они решают? Почему с их подачи ухудшается наше условие жизни? С какой стати? Вопросы. Они нас не предупреждали. Они преступники. Кто они такие, мы знаем. Мы знаем их фамилии. Фамилия одна. Кузьмины. Это самые главные, так сказать, деятели в районе Хамовников. Они захватили парк Трубецких, часть. Это реставрации. Сначала построили дома там, живые на продажу, а потом и себе еще в офис там построили. Когда я об этом написал, они добились от нашего самого честного, объективного суда в мире, Хамовнического, штрафов 400 тысяч рублей для меня. И недавно еще вызывал пристав и требовал, чтобы я все-таки опубликовал опровержение через два года. А если я не опубликую опровержение, в статье, которая называлась «Была усадьба Трубецких, остальных хазок Кузьминых», то меня, против меня возбудят уголовное дело тогда. Но я не хочу пока в тюрьму. Кто же будет спасать Хамовники, если я там окажусь? Мы кинем всю эту застройочную мечеть из нашего района. Спасибо.